рада вас приветствовать на нашем с вами канале вид и виртус и сегодня у меня для вас небольшое обучающее видео в рамках нашей образовательной программы если вам интересно эзотерика если вам интересны какие-либо смежные науки связанные с эзотерикой не только таром то я вас конечно приглашаю наш сайт вид и виртус точка ру вы можете зарегистрироваться и ознакомиться с нашими обучающими программами может быть найти для себя что-то интересное у нас там огромное количество обучающего контента в свободном доступе поэтому добро пожаловать будем рады видеть вас среди наших читателей и учеников и давайте сегодня поговорим немного о том как смотреть на картах таро движения очень многие начинающие тарологи либо люди которые увлекаются таро изучают самостоятельные карты таро очень много времени уделяют символики да это прекрасно символизм присутствует но опять же он играет очень слабую роль когда вы используете карты таро на практике и когда специалист либо любитель неважно человек который занимается изучением карта ро начинает делать определенные расклады для себя то он может путаться ну и вы допустим часто встречали такие сообщения на различных сайтах что карты таро сроки не показывают даты смотреть невозможно все возможно потому что это не гадание это не там где-то там написано непонятно где это точная серьезная информация здесь все подчиняется системе каждая карта таро имеет 10 градусов определенного знака и каждая карта таро имеет свое астрологическое значение потому что полностью карты таро подчиняются системе аромейского алфавита и астрологической системе и сегодня я вам на несколько примерах нескольких карт покажу и вы поймете о чем я говорю особенно будет легко понять тем кто знаком хотя бы с некими основами астрологии а если вы знаете и глубоко то вам вообще будет очень легко понимать и разбираться потому что люди которые создавали эти колоды еще пять шесть семь веков назад когда это может быть даже не называлась второй это были просто картинки на которых с помощью которых передавалась информация люди которые занимались этими науками эзотерическими науками закрытыми тайными науками были философами астрологами зачастую каббалистами владели серьезными духовными знаниями соответственно полностью каждая карта несет им такую информацию там это заложено все систематизировано поэтому карты таро с точностью говорят даты с точностью говорят скорость исполнения как быстро насколько быстро и вплоть до того когда все это и есть поэтому когда вы слышите от кого-то что нет сроки он она не говорит говорит самое главное надо научиться правильно спрашивать ну конечно же мы это изучаем это целый курс но сегодня я постараюсь вам вкратце на примерах движений нескольких карт таро различных стихеях показать как это происходит давайте для сравнения рассмотрим несколько карт и причем возьму младшие арканы потому что старшие арканы на самом деле это очень глубокие знания они редко нам говорят о каких-то бытовых вопросах но если вы допустим вы спрашиваете или хотите узнать появится ли вашей жизни человек либо ушел насколько ушел как долго ушел навсегда ли он ушел когда когда он вернется когда он придет и так далее вот на все эти вопросы как правило отвечает не старшие арканы на эти вопросы отвечают как правило арканы младшие потому что младший арканы отвечают за как раз вот эти вот бытовые вопросы и для сравнения возьмем с вами дайте я выбрала только карты движения на всех картах здесь происходит движение человека да допустим карта восьмерка кубков движения. Мы видим уходящую вдаль фигуру со спины. И на первом плане у нас видны кубки. Для примера я взяла колоду Уэйта, потому что она самая для вас понятная. Вот обычное русское издание Уэйтовской колоды. Русскоязычное издание. Они очень похожи. Допустим, десятка жезлов. Примерно такая же история мы видим со спины уходящего несущего жезла. Это огненная стихия. Жезл. Огненная стихия. Тройка жезлов. Такая же история. Уходит вдаль. Мы видим человека со спины. Допустим, шестерка мечей. Но здесь он плывет. Стихия воздушная. И здесь масть мечей. Ну и есть у нас еще карта в пентаклевой масти. Стихия материальная. Стихия земная стихия. Здесь тоже бредут два человека. Тоже идут. Как они идут. Вот. Рассмотрим несколько карт. И еще у нас есть как бы восьмерка мечей. Здесь тоже движение обозначено. Но движение как бы не со спины. Да. А мы видим объект спереди. Я не буду сейчас углубляться в символизм. Это вот вы можете изучить сами. Сейчас огромное количество каких-то непонятных курсов, которые по 20 часов, по 30 часов рассказывают вам про бабочки, воду, количество воды, количество листьев на карте. Это все важно для того, чтобы понять, прочувствовать карту. Да. Потому что вы очень часто будете встречать различный символизм, знаки, горы, вода, облака. Все это символизм. Очень много бабочек. Потому что это воздух. Воздух, да, стихия воздуха. Бабочка – символ перерождения, символ легкости. Когда все парит у нас, порхает. Особенно на уже фигурных арканах, более старших арканах. Итак, давайте возьмем 4 стихии. Да. Кубковая стихия. Пятерка кубков. Семерка. Простите. Восьмерка кубков. Да. Тройка. Десятка жезлов. Еще раз повторю, это огненная стихия. Две карты из мячевой стихии, ой, из мячевой, воздушной стихии. Шестерка мечей и восьмерка мечей. И пятерка пентаклей. То есть все карты движения. Почему я так на них заостряю внимание? Потому что когда вы задаете вопрос картам, будут ли изменения, будут ли какие-то подвижки, как скоро это произойдет, мы смотрим непосредственно на то, что изображено на карте. Если эта карта статичная, да, если это карта, где объект на ней, допустим, сидит, это вот сидит или висит, ну так получилось, что у меня сверху лежат старшие арканы, мы можем определить дату только по астрологическим значениям. Да. Это у нас рыбы, да, Нептун. Это у нас Луна. Новолуния, это у нас Терец, убывающая Луна и так далее. Все карты имеют свои сроки. Вот когда мы смотрим движение, то есть движение, что это значит? Когда он придет, когда он уйдет? Вы любите спрашивать, он ушел, он вернется? Насколько долго он ушел? Мы смотрим карты, вот эту информацию лучше всего нам дают карты там, где происходит движение. Если мы берем восьмерку кубков, чем она отличается от той же шестерки, да, мечей? Почему я беру парами? Потому что у нас есть, вы знаете, у меня есть очень много лекций, может тоже их послушать, о дружбе и вражде стихий. Так вот, воздушная и водная стихии, они между собой очень хорошо сочетаются, они не конфликтуют. И они, в принципе, очень схожи. И многие очень боятся, не знают, как правильно трактовать данные карты. Здесь вроде бы все уходят, да, куда-то уходят. Но по восьмерке кубков, да, что такое восьмерка кубков? Человек уходит, может быть, в новую жизнь. Но здесь движение будет, и стимул к движению будет заключен в эмоциях человека. Потому что ими движет, потому что карта восьмерка кубков сама по себе описывает эмоциональное состояние человека. Если он куда-то идет, то он идет в поиске эмоций. Если он куда-то пошел, то сподвигло его на это движение какая-то эмоция, какие-то переживания, какие-то чувства. Мы не забываем, что восьмерки, шестерки – это уже выше, чем пятерка, да. Это уже более такая экзальтация, это уже более зрелое развитие ситуации. Это не начальная стадия, это не единица, не двойка. То есть здесь уже осознанный уход, зрелый уход. И мне очень нравится, когда на многих картах изображают прям дословно, куда он уходит. То есть что такое восьмерка кубков? Здесь стоящие бокалы, наполненные бокалы, они не разбиты, они не упали. Здесь полнота чувства эмоций. То есть я оставляю наработанное что-то, потому что здесь до этого было и туз кубков, и двойка кубков, и тройка кубков. То есть у человека за спиной остаётся опыт, знание, огромное количество полученных эмоций, которые он прожил. Но он двигается вперёд, почему? Потому что он хочет новые эмоции. Мультик про крокодилу Гену мне уже не нравится. Я хочу смотреть взрослые фильмы. Я знаю всегда, что я могу к этому вернуться. Я прожил какие-то чувства, эмоции, я знаю, что я всегда к ним могу вернуться. Но я хочу что-то новое. Я знаю, что там, вдали, за горами будет что-то ещё. Да, здесь очень, опять же, ваш символизм, который вы любите изучать. Тут вода, горы, камни под ногами. Но он идёт в свой собственный путь. Очень хорошо, легко объясняется эта ситуация, как дети, рано или поздно, уходят из дома. Дом – это всегда место, наполненное чувствами и эмоциями, каким-то опытом. Но надо идти дальше, потому что ты растёшь, ты двигаешься вперёд. Восьмёрка – это символ бесконечности. И ты должен понимать, что твоя жизнь может так и зависнуть в этой стадии. И хочешь ли ты находиться постоянно в этих эмоциях? Или всё-таки ты уходишь вперёд в поиске новых чувств и эмоций? Так вот, и он знает, что всегда здесь есть то, что его ждёт, то, что он здесь оставил. Поэтому всегда по восьмёрке кубков это будет уход с возможностью вернуться. Это очень сложная, болезненная карта, потому что это чувства. Если вы знаете астрологию, то это Сатурн в рыбах. Сама по себе восьмёрка кубков – это Сатурн в рыбах. Вот сейчас у нас на небе стоит Сатурн в рыбах, допустим, когда вышло это видео по эти даты. Это всегда глубокое копание в себе, пересмотр этих своих духовных ценностей, эмоций, которые ты проживаешь. И как ты можешь понять, ты готов к новым или нет, только пойти навстречу к этим новым эмоциям, только пойдя туда и оставив что-то после себя. Есть какой-то опыт, есть какие-то переживания, нужно двигаться дальше. Поэтому если вас интересует человек, который уходит по этой карте, у него всегда есть возможность вернуться. Он знает, что здесь он оставил что-то своё, что его ждёт. Какие-то чувства и эмоции. Ему просто хочется понять, что там ещё есть. Я хочу развиваться, я хочу чувствовать. Может быть, любопытство, может быть, какой-то новый опыт, но новые эмоции и переживания. По шестёрке мечей. Здесь он уже идёт не один. В лодке сидит женщина и ребёнок. Но мы не забываем, это стихия мысли, это воздушная стихия. Мечи – это мысли, это наши идеи. То есть у человека возникла какая-то идея, и он двигается вперёд. Если с точки зрения астрологии, это Меркурия, Водолея, либо Сатурн в четвёртом доме, который обозначает, что такое Сатурн в четвёртом доме. Прорыв на свободу, если вы понимаете астрологию. Ну, либо ещё по-другому, это может быть Меркурий в одиннадцатом доме, как поиск новых горизонтов. У меня есть какая-то идея, постоянно есть какие-то идеи, которые мне расширяют новые горизонты. Но здесь человек отправляется, он не знает, вернётся или нет, потому что он не оглядывается назад, и у него позади ничего не осталось. У него мечи стоят впереди, он двигается за ними. И остаётся какое-то волнение. Здесь вот такая вот вода, которая бурлящая, а там впереди тихая вода. Но очень много будет говорить ещё карты, которым он двигается, от которых он двигается, к которым, которые будут стоять вот в этом направлении, рядом вот с этой стороной, да, получается, с правой, да, с правой стороны. Куда он двигается, к какой карте? Ну, обычно это поиск тишины, новых знаний. Я люблю её называть побег к новым берегам. Но она может быть такая же и негативная. Когда человек говорит так, моя хата с края, ничего не знаю, всё, я поплыл, мне ваши разборки не нужны. Потому что он как бы убегает от карты манипуляции, от пятёрки мечей. Он двигается вперёд, он понимает, что там будет лучше, там будет что-то впереди. Но чем она отличается? Что вряд ли он вернётся, потому что здесь такое рвение, идеи стоят впереди, и человек идёт за своими идеями. Он не оглядывается. Вряд ли он вернётся, потому что шестёрка мечей – это, конечно, цель, когда я иду, потому что вот куда-то для достижения. Там мне будет спокойнее, там мне будет хорошо, человек ищет, ну, как это, рыба ищет там, где глубже, человек ищет там, где лучше. Эта карта часто будет обозначать переезд, это ещё может быть, конечно, и уран тоже в четвёртом доме, тоже воздушная стихия. Даже уран в четвёртом доме здесь больше проиграется по шестёрке мечей, как карта переезда, как карта эмиграции. И вряд ли вернётся, потому что вот в отличие от восьмёрки кубков, кубки остаются на месте. И он знает, что он за ними всегда может прийти, либо к ним всегда может вернуться. А, допустим, если мы разберём с вами тройку жезлов, да, он тут непонятно, вроде бы идёт, вроде бы не идёт. Но троечка жезлов – это карта очень сильная, это огненная, потому что впереди у нас нет никаких препятствий. И здесь, опять же, светлые тона, солнце, ясный день, чётко знает, куда идти. С астрологической точки зрения – это солнце в овне. Солнце в овне – это прям такой вот период солнечный, яркий, я принял решение, я знаю, что делать, пошли все за мной, я покажу вам путь. Здесь тоже карта со спины, и он вроде бы не движется. Но эта карта всегда нам говорит, что сейчас начнётся такое движение. Это прям вот карта символизирует о том, что сейчас начнётся большой путь. И всё это будет идти на развитие. Потому что солнце в овне, как правило, даёт такой вот, знаете, как старт, очень хороший, мощный старт. И с этой карты всё начинается. То есть он уже по двойке жезлов предварительно что-то для себя решил, и сейчас двигается вперёд. В астрологической точке зрения это, конечно, у нас солнце в овне. Нет сомнений, я знаю, куда я двигаюсь, впереди светлая дорога, светлый путь. Иногда ещё есть изображения, когда он смотрит на плывущие корабли по-разному. Но в любом случае здесь чистое небо, свободный путь, нет ни гор, ни облаков, какого-то тумана, препятствия. Всё чисто, и сознание будет чисто, но жезлом мы не забываем это действие. Если в кубках это движение, основанное на эмоциях, на каких-то чувствах, переживаниях, поисках каких-то новых ощущений, мечи – это новые идеи, новые какие-то планы, взгляды на жизнь, споры, ссоры, опять же, всё, что связано с нашим мыслительным процессом. Жезло – это действие. Здесь неважно, какая идея, неважно, что я чувствую, я делаю. Вижу цель, я не вижу препятствия. Это жезловая энергия, энергия действий. Всё, я пошёл. Закрой за мной дверь, я ухожу. Всё, ну ухожу. То есть тут человек вообще непонятно, ему тут сам путь действия ради действия. Но здесь началось движение. Куда оно зайдёт, всё зависит от последующих карт. Что за этим движением стоит, говорят карты предыдущие. Но сама по себе карта говорит о том, что движение началось, и оно активно. То есть когда человек придёт быстро, скоро, когда появится или тогда уйдёт, он, в принципе, уже в процессе. Или, допустим, десятка жезлов. Десятка жезлов, он точно так же идёт, это тоже действие, но он еле двигается, им очень тяжело. Да, он их принесёт, да, он дотащит эти жезлы. Но это карта про делегирование, полномочия. Но по этой карте надо учиться делиться, помогать. Да, потому что сам ему тяжело. Конечно, он их дотащит, он донесёт, потому что он на себя взвалил огромное количество действий. Да, непосильная ноша, но он тянет. Взялся за гуш, не говори, что не душ. Но он дотащит. Но карта очень часто говорит о некой бесперспективности. То есть это ретроградный Сатурн в стрельце. Либо Сатурн в 11 доме, может быть, тоже. Как Сатурн, если вы астролог, Сатурн в квадратуре, либо в негативном аспекте, находящийся в 11 доме с управителем, допустим, 11 дома. То есть есть идеи, но действия тяжело, не идут, бесперспективно. Либо по квадратуре надо напрячься, надо всё это как-то вот найти какие-то способности. Но опять же, 11 дом – это друзья, это общество, которое тебя окружает, это твоё окружение. Обратись за помощью. Одному тебе не справиться. То есть для одного это дело бесперспективное. То есть движение будет очень медленное. Как уйдёт он медленно, так и придёт он медленно. Здесь нужно уже, чтобы вот по этой карте вмешались друзья, близкие, родные. Ну, либо кто-то помог. Но движение очень медленное. И на вопрос, как скоро это произойдёт, чтобы определить сроки, вы смотрите тот же Сатурн. Ну, понятно, что Сатурн в Стрельце у нас будет не скоро, он уже был, но можем посмотреть, у кого, когда, допустим, в личном гороскопе, если человек спрашивает, когда Сатурн зайдёт в его 11 дом, если вы знаете астрологию. Поэтому можно смотреть таким образом даты. Допустим, восьмёрка мечей, да, движение. Это у нас сейчас настоящий момент, когда выходит это видео, у нас такое положение стоит на небе. Это ретроградный Юпитер в Близнецах. Это очень интересная карта, потому что она даёт возможность взять информацию изнутри. Здесь происходит движение. Но ещё раз не забываем, человека окружают не опасности, человека окружают его же собственные мысли. Потому что мечи – это мысли, это наши идеи. Никто его не препятствует. И глаза здесь завязаны, может быть, только для того, чтобы человек посмотрел внутрь себя. Это карта. Что происходит у нас, когда на небе стоит ретроградный Юпитер в Близнецах? Это возможность проанализировать свои мысли, возможность проанализировать свои идеи, возможность обратиться внутрь и прочувствовать свою интуицию. Потому что когда у человека, допустим, завязаны глаза, тогда очень хорошо и максимально включается его интуиция. Он начинает чувствовать какими-то другими способами принимать решения. На самом деле здесь тоже можно двигаться, но опять же, человека здесь ограничивают его собственные мысли. Разлитая вода, она говорит о том, что это интуиция. Вода всегда связана с эмоциями, чувствами, интуицией. Но, может быть, даже иногда человеку и нужны эти ограничения, чтобы он обратился внутрь себя и не смотрел по сторонам. Потому что этот хаос вокруг… Вот Юпитер, ретроградный Юпитер в Близнецах, он позволяет остановиться и убрать… Знаете, как всё замедляется, весь процесс вот этой болтовни, шума вот этого серого вокруг или белого шума. Замедляется, человек может услышать свою интуицию, человек может услышать свой внутренний голос. Он может переработать информацию, которую он получал за огромное количество времени. То есть он может просто её проанализировать, отсеять половину, потому что, возможно, иногда эта информация мешает двигаться. Это медленное движение, и двигаться здесь мешают мысли человека. Либо ненужная, лишняя, либо недостоверная информация. Ну и, конечно же, такая сложная карта, как движение по пятёрке Пентакли. Все пятёрки – это препятствия, да, переломный… П, П-5, переломный момент, препятствия, потери, да, препятствия, потери, сопротивления. Здесь у нас будет некое сопротивление земной стихии. Это у нас Меркурий в Тельце, либо… Это будет Меркурий в Тельце, может быть ещё Сатурн, идущий по второму дому. Сатурн по второму дому. Ретроградный Меркурий в Тельце во втором доме тоже может быть. Но вообще Сатурн, идущий транзитный по второму дому, часто может описывать эту карту, либо карта может описывать это состояние. То есть что такое Пентакли? Это наш жизненный ресурс, это наше время, это наше здоровье, это наше жизненное, это наша энергия, сила, да, вот здоровье, которое помогает нам, или по-другому ещё, это наша первая чакра, Муладхара, по которой мы получаем энергию, земная, да, земная энергия, которая позволяет нам двигаться жить. Ну и, конечно же, это деньги, наши финансы. Но, опять же, это уже следствие, потому что благодаря своей физической энергии, благодаря своему здоровью, физической энергии, своему времени мы зарабатываем деньги. То есть мы обмениваем своё физическое здоровье, своё время, жизненное, самое дорогое, что у нас есть, на деньги. И здесь получается нехватка ресурсов, как нехватка здоровья, так и нехватка финансов. Соответственно, оно всё взаимосвязано. Как человек может действовать, двигаться, когда у него не хватает энергии? Очень медленно. И здесь всё будет очень медленно. Ну и, конечно же, это потери. Потери и препятствия. По этой карте не всегда человек может уходить навсегда. Иногда для того, чтобы уйти, нужно чем-то пожертвовать, что-то заплатить, потратить какой-то ресурс. Будь то это временной ресурс, будь то это жизненный ресурс, да, будь то это ресурс энергии, будь то, ну, спасибо, что взяли деньгами. Поэтому иногда для того, чтобы что-то произошло, нужно чем-то заплатить, пожертвовать. Но это будет медленно. То есть если вот как-то столкнуться с этим препятствием, что-то сделать, принять какое-то решение, то, возможно, отдать что-то, то, может быть, это произойдёт быстрее. Но на вопрос, как, допустим, да, что происходит, да, это потеря, это уход. Но почему, допустим, человек не появляется, ему просто может не хватать ресурса для этого. Смотрим, опять же, по различным картам. Но на вопрос скорости это однозначно не быстро. И здесь чётко карта говорит, если хочешь быстро, здесь нужно потратить на это энергию. Энергию денег, энергию свободы, энергию времени, энергию жизни, жизненную энергию. Приложить усилия. Тогда, возможно, это как-то ускорится. Но на сегодняшний день этого нет. Они поэтому еле-еле ковыряют. Это происходит очень медленно. Поэтому, обращая внимание, если вы хотите по картам определить события, конечно, вы можете посмотреть, когда у вас Меркурий будет проходить транзитный по вашему второму дому, да, в Тельце, но это бывает раз в год, да, или когда у вас Сатурн будет стоять во втором доме. Это можно, по этой карте можно будет определить, когда это произойдёт. Ну и плюс есть табличка, которая есть у наших всех студентов. Десять дней в году принадлежит каждой из карт. То есть 365 дней в году делятся. Ну и вот каждая карта имеет свой период времени. Если вам интересно или хотите прослушать другие какие-то видео, если вам может быть интересна астрология, если вам интересна кабала, если вам интересна гностика, добро пожаловать в нашу Академию, где вы найдёте очень много интересных лекций. Всего доброго и до новых видео. Жду вас, конечно же, в нашем клубе, в нашей ассоциации, в нашей Академии.